Здравствуйте, с нами композитор, музыкант и продюсер Леонид Величковский. Расскажите, как ваше настроение, как вам мероприятие наше? Ой, отличное настроение, мероприятие просто супер. Такая хорошая обстановка прям, зажигает. С нами Василий, продюсерский центр Васильевс. Расскажите, пожалуйста, как ваше настроение? Настроение потрясающее. Как вам мероприятие, которое проходит по поводу годовщины журнала Luxury Lady? Ну, пока оно еще не проходит, оно только начинается. Но ожидания, конечно, самые яркие, самые праздничные. Надеюсь, что будет очень весело и интересно. Мое настроение отвратительное, так как я уже три дня не курю, бросил курить, поэтому я стою как собака, а так прекрасно. Как всегда прекрасно, как и журнал, я думаю, так. Глядя на ваши ремни, у меня настроение автоматически поднимается. Я про настроение. Ну да, отлично. Замечательное мероприятие, очень весело, пешево, фантастически просто интерьер. Отлично, под ваши аплодисменты, посмотрите, какой шикарный шикарный шикарный. Вы будете показывать сегодня ваше платье? Можем увидеть ваше платье сегодня? Да, конечно, обязательно. Я буду ходить, депилировать здесь по всему заведению в моих платьях. Настояние у меня всегда шикарное, мероприятие только пришло, ничего не занял еще. Девчонок, розинок много, это уже хорошо. Я освоюсь. У меня отличное настроение, в принципе, у меня всегда отличное мероприятие, очень хорошее, много народа. Ну так как я выступал, мне в принципе понравился звук. В целом все хорошо, понравился пуршет. Спасибо Ксении Бардо, которая пригласила меня на это мероприятие. Мероприятие огонь просто. Столько знакомых лиц, столько приятных людей, столько любимых, я бы даже сказала, людей, каналов. Вот вы, например, тоже теперь будете моей любимой. Здесь все прекрасно, настроение отличное. Вы слышите, какая здесь прекрасная атмосфера, здесь очень много звезд. И я очень рада здесь сегодня присутствовать. Я тоже сегодня выступала, не только со своими платьями, но и, конечно, со своей песней. Так как я творческая натура, я и пою. Прекрасное настроение, замечательное домашнее мероприятие. Я очень рада, что все-таки Бардо пошла в атаку и начала делать журналы. Это уже прошел целый год. В эпоху, повторюсь, я уже нескольким каналам об этом сказал, в эпоху, когда все приличные люди из издательского бизнеса выходили за последние пять лет, потому что это трудно. В кризисные времена реально трудно тащить на себя журнал, как бывший издатель, я знаю это точно. Вообще пресса и особенно печатное издание, даже при сопровождении сайта и когда на первых этапах, первые три года, это очень трудно финансово, это очень трудно эмоционально, и это очень трудно держать команду в одной из дел, для того, чтобы все смотрели, как вот мужчина и женщина в счастливом браке. Они должны смотреть не друг на друга, а в одну сторону. Надо, чтобы вся команда смотрела в одну сторону. Прошел первый год, журнал ровно год. Многие, кто не верил в то, что у Ксении это получится, я здесь нахожусь просто потому, что мы в жизни общаемся, дружим, и мне очень хочется ее по-человечески поддержать. Журнал очень добротный, очень хорошо сделал, неплохо скроен, неплохая цветокоррекция, интересные материалы, я бы над ними еще бы подумал, потому что мне пока не совсем понятна до конца аудитория, которая адресована в этот журнал. Она для меня немножко размытая. Но по контенту приблизительно, я себе представляю лицо покупательницы, читательницы и подписанта на этот журнал. Поэтому идут в правильную сторону. Я думаю, в течение полугода-года у них нарисуется уже до конца свое фирменное лицо, для того, чтобы уже фирменный стиль, фирменный шрифт, шрифт, который не повторяется. Это очень важно. Очень важно в нашем деле, чтобы был собственный бренд, и этот бренд был узнаваем. Вот вы когда видите там С, Д, и вы понимаете, Кристиан, Диор, да? Вот видите вот вашу туфлю, и вы понимаете, Luxury Lady, то есть, допустим, как телеканал при журнале, вы уже эту штуку додумали. Надо будет додумать, какая будет ассоциация. Расскажите о своем сотрудничестве с журналом Luxury Lady. Как минимум, девушка с обложки вашего журнала снялась у меня в клипе. Прекрасная девушка, да, мы начали так сотрудничество. С сотрудничаем мы достаточно уже давно, потому что с Ксюшей мы работаем как с журналом, так и с моделями, с Ксюшинами. Вот, потому что каждая модель практически Ксюшина, она участвует у меня в показах. Поэтому мы сотрудничаем уже давно, работаем с ней уже давно. Вот. Вы сотрудничаете с этим журналом? Да, да, очень хороший журнал, очень стильный, в нем очень актуальные вещи, и мне прям очень нравится. С Ксенией Бордо давно сотрудничаем, очень интересный человек, хороший журнал, в общем, все на позитиве. Вот год назад ровно скивал видеоклип на песню Бадали и с непосредственной поддержкой Ксении. Также они написали о нашем клипе в своем журнале. Ну, такое тесное походу. Я дружу просто с Ксенией, поэтому, наверное, это некое дружеское сотрудничество. Вы знаете, я Ксюшу, не так давно мы познакомились с Ксюшей, очень хорошая, милая девушка. Во-первых, для меня важно, что она милый человек добрый, это самое главное. Я общаюсь только с такими людьми, потому что я родилась на Кавказе, для меня важно, что в душе у человека творится. Что можете пожелать журналу? Что можно пожелать журналу? Ну, естественно, процветание как можно большего тиража, звезд превышайте почаще. Просто процветание долгих лет жизни, чтобы журнал существовал долгие годы и выходил не только бесплатно, а и в платном формате. Развитие. Наверное, больше почитателей, читателей и, наверное, больше тиражности. Это, наверное, самое главное для журнала и большой востребованности. Счастья, здоровья, процветания. И не иметь 100 рублей, а иметь 100 рублей. Я пожелаю вам больше тиражей, еще больше прекрасных девушек на обложках. В принципе, как здесь их много, скажем так, пусть их будет еще больше. Я желаю журналу, чтобы одним годом это не ограничивалось. Я думаю, что в ближайшее время он уже праздновал 25-летие. Что бы вы пожелали журналу? Какого? Только процветания и новых высот, и новых результатов. Как любому продукту, я желаю развития и новых звезд. Перспектив по покорению нового горизонта, увеличивать тираж журналом, чтобы журнал приносил не только пиар компании, вернее, пиарился, да, но при этом он еще давал зарабатывать. Это также Ксения, ее команда. Вот это я желаю. В преддверии Нового года очень хочется от всей души пожелать счастья, здоровья, любви и, главное, позитива. Послушайте хорошую музыку и получайте удовольствие от жизни. Ваш Владимир Прилев. Спасибо. Единственное, пожелаю-то хороших, богатых клиентов и рекламодателей, потому что для журнала, наверное, это основное, то, на чем он держится. Что вы пожелаете Ксении, ее журналу? Вообще, она большая умничка. Мы с ней сделали уже несколько лет и я вижу рост, реальный рост. Я желаю успехов, процветания, побольше, побольше таких проектов, как сегодня. Я пожелаю журналу, как в той, как сказать, поговорке, расти, цвести и пахнуть.